Давайте все вместе пошумим! Трибуны! Вас не слышим! Сегодня играют две любительские команды. Будет силовой борьба, грубости. Я уверен, что страсти и накала будут по-настоящему много. И обе команды покажут высокий уровень мастерства. Матч действительно прошел по-настоящему динамично. Игроки команд в течение всей игры держали публику в напряжении. И уже на самых первых минутах капитан команды «Армада», 11-й номер Андрей Иванов, забил шайбу в ворота противника. Период закончился со счетом 3-0. Мы сегодня будем стучать. Я за синий воеду, а им вперед! Вот хороший лед. Безусловно, тяжелее играет, чем в ледовом дворце. Воздух другой. Лед немножко другого качества. Он ровный, но я имею в виду, сама природа. Он все-таки естественный. Поэтому так немножко мешает. Шайба прыгает. С точки зрения техники, конечно, тяжелее совладать шайбой. Но с точки зрения эмоций, безусловно, это замечательно. И все же ни лед, ни погодные условия не помешали команде «Армада» вырвать победу у спортивного клуба «Олимп». Общий счет игры составил 10-5 в их пользу. Сегодня у нас проходит русская классика. К нам восьмой микрорайон вернулся в большой хоккей. Мы давно ждали вообще такого спортивного хорошего праздника. Организация самого праздника занималась администрацией Одинцовского городского округа. Лед готовили общественники из спортивного клуба «Олимп». Работа по реконструкции площадки продолжит летом. Она станет еще комфортнее. Здесь ежегодно проводят товарищеские игры. Но такие масштабные мероприятия последний раз были в 2018 году. Перед стартом глава муниципалитета Андрей Иванов вручил местным энтузиастам благодарственные письма. За активное участие в развитии физической культуры и спорта на территории Одинцовского городского округа награждается Максим Анатольевич Ганин. Для гостей праздника была организована лотерея, работала полевая кухня, а для детей подготовили увлекательную анимационную программу. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.